Добрый день, меня зовут Коробкова Наталья, я психолог-психосоматолог. И сегодня у нас тема психосоматика энуреза. То есть психологические причины появления данного симптома. Чаще всего этот симптом появляется у детей. И я сейчас расскажу почему. Что такое энурез? Это когда человек писается и он не может контролировать свой сфинктер. То есть он не может контролировать этот процесс, когда он хочет в туалет. Или когда он начинает писать и может остановить этот процесс. Даже если он до конца не дописал. Потом его снова запустить. То есть вот эта работа, когда из мочевого пузыря должен поступать импульс в кору головного мозга. о том, что сейчас я хочу в туалет по-маленькому и мне надо туда сходить. И в то же время контроль этого. То есть пока я иду, я естественно не расслабляюсь и не писаю на ходу. Но когда я уже пришла в туалет, я это спокойно делаю. То есть вот эти вот команды. Сейчас делаю, сейчас не делаю, сейчас прекращаю, сейчас запускаю. Вот нарушение вот этой команды, либо она не поступает, эта команда в кору головного мозга, либо человек не может контролировать это, не может управлять своим телом. То есть вот что-то ломается с физической точки зрения, внутри человека что-то ломается. Почему это ломается? Потому что что-то ломается на психологическом уровне. Значит, то есть о чем это говорит? Человек не может контролировать свои желания. Человек не может контролировать свою жизнь. О чем это? Чаще всего это когда, а вот опять у нас возникают, значит, гиперконтролирующие родители. Либо один родитель, либо двое. То есть когда родители очень контролируют ребенка, все за него решают, бесконечно вторгают в его личное пространство. А точнее у ребенка нет личного пространства. У ребенка нет своих желаний. А даже если они есть, на них никто не обращает внимания, ребенка никто не слушает. Ему говорят, значит, вся жизнь, ну то есть ему указывают, что он должен делать. Причем указывают как в маленьком возрасте, так и в школьном, а иногда и потом и дальше во взрослой жизни. Бывают случаи у НРСа у взрослых людей. Как у мужчин, так и у женщин. Значит, какой-то человек имеет над вами контроль сильнее, чем вы сами над собой. Контроль над вашими желаниями, контроль над вашими действиями, контроль над вашей жизнью. То есть родитель говорит, вот у него все расписано, вот сейчас ты идешь на этот кружок, на этот, на этот, потом туда-сюда. И к потребностям ребенка, ни к физическим, ни к моральным, никто не прислушивается. Родитель говорит, я знаю лучше, я большой, а ты маленький. Ты ничего не знаешь, я сейчас тебе укажу, как надо жить. За него решают, во что он будет одет, куда он пойдет, как и где он должен себя вести, как он должен себя чувствовать. А его чувства, они игнорируются, либо осуждаются. И получается такая поломка в психике и на физическом уровне, что даже свой собственный сфинктер человек не может контролировать. Тело протестует на самом деле. Почему НРС часто бывает ночью, когда во сне человек расслабляется, засыпает. То тело, как бы протестуя, да, вот делает эту мокрую лужу. То есть хотя бы во сне я буду делать то, что я хочу, и никого не буду слушать. Это с одной стороны. А с другой стороны, это говорит о том, что даже ни во сне, ни наяву уже человек себя не контролирует. И свое тело. Вот. Значит, что в этом случае можно сделать? Здесь, конечно, была бы хороша работа с родителями, вот такими, да, и выяснение, действительно, делали в этом или в чем-то другом. Но очень часто эти родители не приходят на терапию. Они отказываются признавать, что это их вина. И они ругают ребенка постоянно, что ты уже взрослый, а ты вот как тебе не стыдно, ты все мучишься. То есть мало того, что и так, значит, у ребенка, как бы, самого себя нету в распоряжении, да, так ему еще навешивают чувство вины, стыда. Как правило, там очень много стыда. И как бы, а ситуация не решается, он только усугубляется. А если ребенок, да, растет дальше, то это уже проблемы потом со сверстниками, проблемы в школе, проблемы с тем, что он не может где-то там, значит, переночевать у кого-то, да, потому что он писается в постель. Ну, в общем, он как бы уже изгой, он уже не наравне с остальными. Если, не дай бог, кто-то узнает, это будет о смеянии, да, детьми, да и взрослые будут осуждать, все такое. И, в общем, это только усугубляет всю проблему, и ни капли, вот чувство вины, стыда, ни капли не решает эту проблему. Вот, поэтому, если терапия с родителями невозможна, да, родители не хотят отказываться от своего, от своей манилики, меры воспитания ребенка, да, они считают вот ее просто самой лучшей и ставят это во главу угла, значит, здесь работа только с ребенком тогда. Конечно, эффект может быть не стопроцентный, да, так как дома продолжает оставаться та же угнетающая ситуация, но есть случаи, когда все-таки есть результат, даже при оставании в этой ситуации работы с ребенком, ну, это ребенок все-таки должен быть уже желательно школьного возраста, чтобы можно было там сделать медитацию или какой-то легкий гипноз, да, ввести в какой-то легкий гипноз типа Эриксоновского, вот, чтобы он немножко был включен в эту работу, тогда это может помочь. Здесь какая, значит, возможна терапия? Терапия про то, чтобы ребенок, если он не может ничем управлять и что-то контролировать в своей жизни в связи с тем, что, да, есть давящий взрослый, чтобы он хотя бы мог управлять своим сфинктером, то есть опускание внимания внутреннего туда и попытка это контролировать. Например, ребенок пошел днем по-маленькому, и в какой-то момент он должен силой мысли задержать мочеиспускание, потом снова его отпустить. То есть вот такие упражнения, которые нужно выполнять каждый день по несколько раз, пока это не закрепится, как накачка мышц, да, вот как если мы хотим подкачать пресс, то мы ходим, его и качаем, и тогда он у нас такой упругий и сильный. Так же и здесь. Возможно, еще другие методы, когда, наоборот, ребенок позволяет себе писаться, он не испытывает стыда и вины, даже если его все стыдят, значит, работа над тем, чтобы он игнорировал эти чувства. «Хочу, писаюсь, вот не могу я себя контролировать, буду писаться, писаться, писаться» бесконечно. То есть он должен тогда себе разрешать это делать, позволять быть этому недугу и перестать с ним сражаться. Это еще один способ, да, так называемый способ от противного. Он тоже может сработать. Вот. Но идеальный вариант, конечно, комплексная работа с, как бы уже с более взрослым человеком, когда на уровне осознания уже происходит понимание того, что, почему у него это поломалось, да, вот эта вот система. Так, что еще? Что еще я хотела сказать? Так, а, еще такой момент. В каком случае еще у ребенка может появиться НУРС? Особенно если он появился до трех лет или до пяти лет, даже до пяти. Это может быть на самом деле сильные переживания мамы. А симптом проявляется на физическом уровне у ребенка. Потому что мама с ребенком под ближайшие первые годы жизни, да, вот особенно до пяти лет, очень сильно связаны. Они связаны на телепатическом уровне. И мама переживает какие-то чувства, связанные с тем, что она не может контролировать там, не знаю, либо свое время, либо себя, либо свою жизнь. Кто-то сильно вторгается в ее личные границы, кто-то ей там что-то бесконечно указывает, и ей как-то от этого очень плохо. Ну, например, допустим, она живет на одной территории со свекровью или со своей матерью. И вот свекровь, либо мать, постоянно вмешивается в воспитание ребенка и все время тюкает эту маму, что ты не так воспитываешь, ты не то делаешь. И, в общем, бесконечно вторгается вот в ее отношения с ребенком, как бы нарушая их вот эту вот с ребенком территорию. Мама переживает эти чувства, что постоянно меня контролируют, что мне не дают покоя, что нарушают мои границы, меня куда-то все время оттесняют, мне здесь нет места, да? А ребенок выдает это через симптом. Такое тоже возможно. Тогда, конечно, здесь терапия именно с мамой. Как только мама психологически эту проблему решает, у ребенка тут же параллельно прекращается симптом. Вот эта информация очень важная, попрошу ее учесть. И в следующем видео я расскажу два примера из терапии у Милтона Эриксона. Это известный психолог, психоаналитик, в честь которого назвали так называемый эриксоновский гипноз. Вот как он работал с энурезом, два разных случая, два разных метода работы. На сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы.